Неделя спорта В первые места в 1-4 финал узнавала Снежана Рудомедова Файтеру из клуба «Ахмат» Сейфулаху Хамбахадову На этот раз его соперником стал французский боец Данген Казамба Подтверждая свои многочисленные титулы, выступающие показали равный и насыщенный бой И только по совокупным результатам четырех раундов судьи приняли решение отдать Сейфулаху победу Благодаря которой он проходит четвертьфинал Второй парой в категории до 70 кг выступили Владислав Украинец из России И 19-летний представитель Белоруссии Олег Лехторович С первых секунд противостояния и до финального гонга весы победы в поединке качались из стороны в сторону Казалось бы, это бойцы одного уровня Каждый был энергичен и умело наносил множество эффектных ударов Но в четвертом дополнительном раунде силы заметно начали покидать российского бойца Однако даже это не помешало ему вырвать победу из рук юного соперника В категории до 80 кг зрители стали свидетелями возвращения на ринг от нефть-арены 36-летнего бойца из Франции Шейка Сидибе На сей раз его оппонентом стал Константин Руссу из Молдавии Поначалу Шейк, включив динамичный прессинг, выглядел фаворитом боя Но во второй трехминутке Константин дважды послал Сидибе в нокдаун Что поставило точку в желаниях французов выйти в следующий этап чемпионата Так, большим трудом Константин Руссу побеждает и завоевывает себе место в одной четвертой финала Также в этом весовом дивизионе прошел поединок между российским бойцом Владимиром Дегтяревым и белорусом Евгением Мехковым Нерешительные и редкие удары лишали этот бой красочности и положенного заряда Это послужило назначению четвертого раунда Картина поединка была видна именно в решающих эпизодах, когда российский боец следовал определенной тактике В то время как его соперник хаотично чередовал различные виды ударов Таким образом победителем боя стал Владимир Дегтярев, который и продолжит борьбу за чемпионский пояс Первыми категорию свыше 80 килограмм представили два новичка ТНА Илдар Оливьера Гарсия из Нидерландов и Юрий Горбенко из Украины С первых секунд многократный чемпион мира по муай-тай и кикбоксингу Горбенко взял инициативу в свои руки Позволяя нидерландскому бойцу лишь защищаться В последующих раундах Гарсия смог перейти из защиты в активную атаку Благодаря чему досрочно нокаутом выиграл поединок, открывая себе дорогу в следующий этап Ну так получилось, что переднюю ногу отдал и 20 килограмм разницы Нога ощутила и, блин, проиграл техническим нокаутом Завершающим элементом программы стало африканское дерби между опытным бойцом сейфом Хамаили из Алжира И его титулованным камерунским соперником Даниэлем Ленти На протяжении всего боя зрители могли наблюдать активные нападения, перерастающие в стремительные и взаимные атаки В первом раунде оба бойца отдали преимущество ударом ногами Это продолжалось до тех пор, пока боец из Алжира не получил свою заветную победу путем нанесения запретного удара ниже пояса Исход данного противостояния вызвал недоумение и шквал критики в адрес судейства Сейфу Сабагири Свою активность во время боев проявляли не только участники данного мероприятия, но и зрители Вселяющие своей огромной поддержкой и уверенность выступающим Все присутствующие могли насладиться красивыми и яркими боями завершающего этапа перед четвертьфиналом Кубка Татнефть Далее демонстрировать свое мастерство и вновь показывать свое право на чемпионский титул бойцы Будут уже в первом этапе 1-4 финала, который пройдет в конце августа и обещают любителям единоборств быть не менее ярким и более захватывающим Далее отправляемся в самое желанное место горожан в такой летний зной, а именно на ледовую арену «Золотая шайба» Где 6 июля состоялся благотворительный матч между клубом «Идель» и сборной континентальной хоккейной лиги Подробности далее в сюжете Игра, в которой счет играл далеко не первостепенную роль Благотворительный хоккейный матч, прошедший 6 июля на льду арены «Золотая шайба» показал, как тесно связаны между собой спорт и добро В матче приняли участие две команды – клуб «Повозка» любительской хоккейной лиги «Идель» и игроки КХЛ С первых минут преимущество оказалось в руках команды «Идель», к составу которой присоединился известный нападающий акбарса Александр Бурмистров Выделялось извино братьев Свечниковых, демонстрировавших зрителям яркие голы Команда игроков КХЛ была полностью укомплектована из мастеров, играющих в профессиональной хоккейной лиге Они также показывали зрелищную игру с техничными ударами Забитыми шайбами здесь отмечался и любимец казанской публики Артем Лукаянов В перерыве между периодами игроки устроили шоу буллитов, порадовав зрителей эффектными бросками Кроме того, самым активным болельщикам посчастливилось получить клюшки с автографом Данизы Зарипова Встреча завершилась победой игроков КХЛ со счетом 13-11 Эта игра отличалась от привычных матчей Накал, волнение и соперничество отошли на второй план Ведь все голы в равной доле вызывали исключительно позитивные эмоции Однако пробудить эмоции в сердцах зрителей удалось не только во время игры Ощущение праздника не покидало присутствующих и по завершении благотворительной встречи Болельщики вышли на лед и сделали общую фотографию со спортсменами К тому же, каждый в отдельности мог в придачу с автографом получить заветную фотографию со своим кумиром Несмотря на низкую температуру в помещении, атмосфера на льду царила поистине теплая и дружная Да, игра замечательная, самая лучшая эмоция Когда встречаются все ребята с КХЛ, с НХЛ И мне кажется, конечно же, это с одной стороны здорово И с другой мы катаемся, знаете, набираемся опыта С такими ребятами играем в то возрасте Да, конечно, приятно играть тут Все вырученные средства с данного матча пойдут в Дербышкинскому детскому дому-интернату В очередной раз любимцы хоккейных болельщиков доказали Что даже в таком серьезном и суровом виде спорта всегда найдется место для добрых поступков Сержанна Рудометова, Софья Чугунова, Неденя Спорт Далее на очереди велопробег в честь Дня кооперации 7 июля близ озера Левяжья Ассоциация циклических видов спорта Совместно с Кооперативным институтом Организовали данное мероприятие для всех любителей велоспорта Подробности в сюжете Амалия Тимирова Уважаемые участники международного кооперативного движения Велоспорт настоит на месте, а уверенно направляется в массы Так, например, 7 июля в Казани состоялся кооперативный веломарафон Приуроченный к Международному дню коопераций Казанский кооперативный институт при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан И Министерства по делам молодежи и спорта РТ Запустили акцию, к которой присоединились города и районные центры республики Само мероприятие прошло недалеко от озера Лебяжья Участникам марафона предстояло проехать по кольцевому маршруту В общей сложности протяженностью 8 километров Первый круг был ознакомительный, последующий – квалификационный Участие принимали девушки и мужчины разных возрастов В ходе велопробега была организована небольшая концертная программа Чтобы поддержать велосипедистов, а также поздравить кооператоров с их праздником По окончанию веломарафона проректор поздравил победителей И наградил сначала девушек призовыми местами, а затем парней А также не оставил без внимания и самых юных участников велопробега Подарив им медали за первое место Катаюсь на велосипеде, наверное, с первого класса Может быть, даже раньше Мне это очень нравится Постоянно купаю новые запчасти велосипеды Всегда, когда катаюсь, стараюсь проехать больше, быстрее Каждый велосипедист был рад принять участие в веломарафоне И даже те, кто не заняли призовое место, были счастливы и положительно настроены Я под большим впечатлением, потому что это была возможность проверить свои силы Погадать, насколько сотрудники Канадского кооперативного института сильны в плане спорта Сами организаторы данного мероприятия были очень довольны прошедшим веломарафоном И обещали и в дальнейшем проводить подобные спортивные мероприятия А Мальти Миров – неделя спорта Ну и на этом все Вот такая у нас выдалась неделя спорта Что будет дальше, посмотрим Меня зовут Ром Пленсков Вы смотрели программу «Неделя спорта» Еще увидимся, пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова